ирина салабай очень жаль что сейчас в россии невозможно оплатить уроки из франции но это неправда ко мне регулярно приходят платежи так что воспользуйтесь на сайте есть два пути две возможности через казахстан и через киргизию там просто написано ну когда пройдете уже по этапу извините и дойдете до оплаты там вылетит там строчка будет такая карточкой не рф воспользуйтесь этим путем это будет через казахстан либо там второй путь есть на киргизскую мою карточку делайте перевод и мы вам предоставим доступ но в любом случае пишите мне на ватсап если что-то какие-то проблемы мы решим дальше вопрос продолжается я ваш фанат спасибо большое вы меня вдохновляете в это трудное время скажите а как вы относитесь к тому что живопись поднимает острые темы нормально отношусь нерадостная война смерть человеческие темные стороны у вас нет таких работ у вас нет таких работ . как фишин писал бойни ну почему же нет у меня есть такая работа на эту тему называется хочешь полетим со мной хочешь вопросительный знак она направлена как раз на осмысление своей человеческой природы что в кого ты кормишь дьявола или или существо которое идет к свету я выставлял эту работу на персональной выставке пару лет назад в москве все что делает человека более любящим открытым я за это все должно быть я восхищаюсь художниками в широком смысле которые бьют в причину точечно попадают в самую цель откуда взялась это в человеке алчность нелюбовь к другим ну посмотрите как броски об этом говорил проблема говорит в россии такая что кто ты такой мы же часто это слышим я сколько раз слышал кто ты такой вообще что что-то там вякать говорить то и бродский говорит в этом интервью можете его посмотреть что даже сейчас вы вот слушайте смотрите на меня и когда я произношу эту фразу кто-то такой вы это произносите в отношении меня кто-то такой вообще чтобы чего-то там рассуждать мне кажется художник пишет работы самые сокровенные для того чтобы с собой разобраться по крайней мере у меня так мне бы с собой разобраться со своими бесконечными негативными программами переписать перезагрузить этот компьютер чтобы он было вот обнулить его и чтобы было все чисто это очень сложная задача для того мы и живем для того и помещены в эту но в госпиталь в этот юзер не вижу смысла в этом мазохизме работа на людях но имеется ввиду пленэр делается смартфоном снимок иногда несколько с разными экспозициями а потом дома спокойно нынешние камеры прекрасно передают оттенки не надо снобизма проблем это небос проблем это небо с облаками а проблем но это решается небо с облаками проблем кстати даже фотографирование пейзажа привлекает явно нездоровая внимание простого народа даже это нельзя вот так вот даже вы что фотографируйте украдкой наверно да так что никто не видел не привлекать что понимание ну есть же приемы такие как будто волосы прическу эти а сами раз отсюда из-под мышки раз ну как будто там дезодорантом там никто не заметит маленький такой телефончик приобретите или камеру даже люди которые следят за всяческими знаменитостями у них там вот эти приемы есть никто не заметит в ресторане кушать они прям чик 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 всех снимают ну какой-то там знаменитость если она там за соседним столиком и потом конечно спокойно дома тоже надо между прочим оглядываться чтобы никто окна завешивать чтобы никто не увидел что вы делаете и потом когда на выставку работаете повесите тоже лучше в сторонке где-то издалека наблюдать и тоже фотографировать так будет мне кажется интереснее но шутки шутками а на природе даже если люди ходят они кстати в основном доброжелательные но есть конечно те которые говорят вот не так надо не так ты пишешь там такого нет это мне каждый раз я хочу изобрести такую надпись на футболке сзади что что я там тренируюсь я еще только учусь типа что с меня взять и тогда они спокойно нормально к этому относится но главное на природе то писать лучше свежий воздух оттенки о которых вы говорите фотоаппарат решает я убежден что не решает потому что ну по крайней мере мой глаз может у вас глаз такой другой мой глаз видит то что в природе и то что потом на снимке это просто ну никуда вообще не годится я я так не могу работать может быть мне не повезло а вам больше повезло или фотокамера у вас такая что сейчас какая-то новая появилась и передает действительно все оттенки но ради бога пишите там где вам удобно по моему опыту место где ты находишься обладает какую-то магию дарит тебе и ты пишешь совершенно с другим настроением чем сидя дома мы даже в самой хорошей мастерской самой лучшей ты все равно один ты не наедине с природой ты как тут какой-то вот каком-то своем замкнутом мире но кому-то видимо в этом мире комфортнее чем быть просто но в открытом такому чувствует цветение запахи общение с людьми ну кому кому что нравится друзья прошу вас подписываться на канал ставить лайки это очень важно каждый раз комментарии вопросы задавайте ольга хёрт кстати о цветах в натюрморте уже несколько сезонов не могу написать пионы они вянут есть подмалевок маслом и акварельное начало по мокрому продолжение ни разу не последовало пионы завяли вазочки с водой они могут стоять довольно долго но стоит начать их рисовать сразу вянут но уже с ними договоритесь как-то надо поговорить с ними хорошие мои там попросите их не вянуть природа живой организм кругом и они вам помогут постоят подольше еще умирая что вы посоветуете рисовать быстрее на наградках лучше рисовать ну если есть такая возможность пионная лихорадка уже на на подходе но быстрее может быть и не получится нужен опыт чтобы быстрее рисовать писать я обожаю пионы очень красивые цветы в конце ролика покажу у меня есть работа с пионами быстро писать получается тогда когда мозги заточены правильно шурупчики крутится когда отсекается второстепенное неважное вообще можно откинуть а важное вытащить тогда вы не тратите время на неважное но когда пишите обычно художник как пишет и там интересные тут интересные и картина получается перегружена деталями нужно отбросить лишнее зачем все это рассказывать но я же вам сейчас не показываю свои лыдки пятки зачем они вам достаточно глаз рук рубашки жестикуляции зачем вам смотреть на ногти так и здесь когда вы начинаете работу подумайте что в ней главного чтобы зритель потом не спрашивал куда смотреть ольга ты мне и тут и тут и тут и все хочешь рассказать ну не надо много рассказывать я хочу только сказать понять куда мне смотреть в этой картине то есть важное нужно вытащить ради чего все а то что неважно куда-то там в тину даже вообще можно опускать это видеть рассеянно и просто одним тоном замазать ну как вариант михаил константинович димитренко тяжелый у меня период не просто ощущение своей бессмысленности но и отсутствие сил отсутствие эмоций хочется лежать на диване ничего не делать не никого не видеть столько сил трачу а результат вроде бы хорош но вот беда ощущение своей ничтожности держится на неопределенности все и вправду плохо или это период такой на самом деле все нормально просто так пишу жалую что некому меня сейчас помочь некому давайте михаил константиновичу пошлем сердечную любовь и чтобы он вышел из этого состояния ну давайте просто спросим себя а что может художник да мир такой какой он есть рядом вокруг нас рядом с нами все не так как мы себе представляем давайте покажем всем кто рядом что мы рождены для для счастья как джон леннон сказал когда был маленьким наверняка все знают эту историю учительница задала задачу кем ты хочешь быть какое-то сочинение он написал что я хочу быть счастливым а учительница двойку поста ты не понял задание говорит а он ей сказал дерзко так а вы не поняли жизнь так давайте показывать лучшие в человеке лучше в его природе я думаю в этом спасение и мы просто будем на другой частоте ну на других вибрациях если мы будем нацелены на самое красивое и самое лучшее в самых низовых вибрациях они нас убьют это это Субтитры создавал DimaTorzok В конце этого ролика будет ссылка на видео «Светлая палитра». Там будет фрагмент написания работы в Симиизе «Скала Дива». Посмотрите его. Субтитры создавал DimaTorzok